Главный навык в жизни – умение сдаваться, давайте посмотрим. Бизнес, но я не думал, что будет так сложно. Я уже больше полугода в минусе. Нужно закрываться и попытаться уйти в ноль. Стоп, что это за свет? Ты хочешь и дальше сидеть в своем долбанном унылом городе? Или ты хочешь вываться в свет? Святой Игорь мотивирующий – это ты? Твои родители и друзья не верят? Попик! Хватит искать долбанной отмазы! Продолжать вхалывать! Игорь, лютая мотивация, я тебя не подведу. То есть вы не закрывали убыточный бизнес, набрали долгов на 20 миллионов, и сейчас вы банкрот только потому, что вы не хотели сдаваться? Ну, да. Эти люди удивляют меня с каждым годом. Мы выросли на историях превозмогания. Умение не сдаваться и стремиться к своим целям – это тот навык, который поощряется во многих произведениях. Стремление идти вперед и не сдаваться при любых обстоятельствах – как будто является единственным критерием достижения каких-либо высот. Если достаточно времени не сдаваться, превозмогать себя, преодолевая те проблемы, которые… Я не занимался музыкой, окей? … которые встают у тебя на пути. Кажется, что это тот самый золотой и непоколебимый рецепт, который приведет тебя по итогу туда, куда ты хотел, и ты получишь то самое счастье. Многие биографии крутых известных людей пестрят истории о том, что у них не получалось что-либо сотни раз, но они не сдавались и по итогу у них получилось. Например, история Арнольда Шварценеггера, как он в пять утра просыпался в армии и качался со своим лучшим другом, чтобы не растерять свою форму, а спустя годы выиграть в Мистере Олимпия. Джоан Роулинг, которая получила отказ от сотни издательств, чтобы выпустить свою книгу, а по итогу вселенная Гарри Поттера является одной из самых популярных вообще в истории, сделав ее одной из самых богатых писательниц мира. И таких историй сотни и тысячи, что создает ощущение, что именно так люди и достигают этого успеха. Никогда не пусть вернутся в рэп-индустрию. А все, что ничего не достигли, по итогу слишком мало старались, и скорее всего сдались на полпути, ведь так? Не может быть, что человек может стараться всю жизнь, а по итогу не добиться ничего. Но, к сожалению, реальность более жестока. На одну историю успеха-превозмогания найдутся сотни историй с точно таким же превозмоганием, но поражением. Просто зачастую в медиапространстве мы видим ту самую ошибку выжившего, потому что историю провалов мало кто рассказывает. Как мы знаем, историю пишут победители. На том же реддите есть различные треды, где люди рассказывают, как рисковали всем, но по итогу не добились ничего. И эти истории мало чем отличаются от истории успехов, кроме того факта, что история закончилась не хэппи-эндом. Человек всю жизнь мог заниматься спортом, но так и не получить ни одной медали. Другой мог попробовать построить бизнес десятки раз, но каждый раз у него не получалось. А кто-то мог уехать в Голливуд в надежде стать суперзвездой, а по итогу стал лишь официантом с минимальной зарплатой, чтобы выжить в этом городе. И смотря на эту более общую картину... Знаешь, я бы на тобой посмеялся, но рэпер Солик уже есть, и это не я. Слушай, ну ты можешь гордиться тем, что тут есть киберспортсмен Солик, он тоже весьма успешен. Ты осознаешь, что умение не сдаваться не является таким ультимативным. Хотя в медиапространстве есть сотни людей, которые скажут вам обратное. Нужно строить бизнес, в котором вы ничего не понимаете, нужно просто не сдаваться. Добиваться девушке, которая отказала вам 10 раз, нужно всего лишь не сдаваться. И конечно, ходить в качалку 4 раза в неделю, тягать железо полгода, потом словить перетренд и не получить практически никакого результата. Нужно просто не сдаваться. Сегодня я хочу поговорить с вами о навыке, о котором мало кто говорит. Он может сохранить вам годы жизни, нервов и сил. И это умение сдаться. И о нем мы сегодня с вами подробно и поговорим. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет? Донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Не, когда-то хотел заниматься музыкой. Я хотел научиться играть на гитаре. Но мне не получилось, потому что это было весьма сложно. У меня... Ну, короче, у меня координация довольно хуёвая пальцев, поэтому... Не знаю, может, надо попробовать снова. Может, на какие-то курсы записаться или типа того, на гитаре играть. Но не знаю, что-то надо выучить. Благодарен и хочу сказать всем спасибо за хлеб. Начнём с того, что никогда не сдаваться, ну, невозможно. Представьте, вы захотели стать известным художником, но спустя несколько лет вы разочаровались в этой профессии. Но из-за того, что вы не можете сдаться, вы страдаете кучу лет своей жизни. А так как вы страдаете, очень маловероятно, что вы чего-то добьётесь. Есть куча ситуаций в жизни, где желание не сдаваться, абсурдно само по себе. Не, пацаны, лучший рэп в моей жизни, который я слышал, это... Я не урод, урод, ебись, аду в рот. Каждый год я старею ровно на год. Кто меня не поймёт, тот имеет все шансы на цинковый гроб. Это не хип-хоп, это... Блядь, сука, ёбаный бунч-бурбунч. Себе. Допустим, вы находитесь в отношениях примерно год. И весь этот год вы немного осознаёте, что вы не с тем человеком. И не потому, что он какой-то плохой, просто вам лично он не подходит. Вы пытались исправить эти проблемы полгода, но у вас мало что получилось. И по-хорошему, вы попытались уже достаточно. Вы понимаете, что мало чего изменится. И это тот самый момент, где нужно сдаться. Вы оба сможете это пережить и налаживать свою жизнь уже с другими людьми. Но что будет, если вы не сдадитесь? Очень высока вероятность, что вы долгие годы будете в страдальческих отношениях. В которых несчастны не только вы, но скорее всего и ваш партнёр. А ещё страшнее, если никто из вас не решится сдаться. Вы по инерции поженитесь, заведёте детей. У вас будет несчастливый брак, отвратительная семья. И вы обрекаете себя на долгие десятки лет мучений, пока не решите разойтись. Опять же, в отношениях нужно уметь решать проблемы. И не каждая проблема... Почему мы снова перешли на отношения? Почему, сука, постоянно вот какая-то душевная... Ну, казалось бы, душевная тема постоянно переходит в какие-то, сука, отношения. Отношения эти, блядь, сука. Тема является подспорьем для расставания. Но бывает то, что вы не можете... Анимешники. Анимешники только и думают о том, чтобы тебя ночью найти. ...можете решить. И вместо того, чтобы хвататься за надежду, необходимо сдаться. Ещё как пример, вы захотели себе очень красивое накачанное тело. Вы приходите в зал, качаетесь, и даже у вас появляются какие-то результаты. Вот вы уже качаетесь год, два, три, но не можете добиться тех результатов, которые вы себе наметили. У вас появилось хорошее, более-менее здоровое тело. Но вы недовольны, потому что это не так, как вы хотели. И если вы будете продолжать истязать себя в зале, то, по большей части, вы только... Не, я думаю, если бы у меня были отношения, я бы ушёл в домашнее насилие. Я уверен. Ну, типа, я бы проходил Elden Ring. Я бы сидел, играл в Elden Ring на стриме. Там 8-10 часов, как я обычно делаю. И женщина бы подошла, типа, вот, там тебе нужно покушать. А вот, сука, нахуй, блядь. Курица остыла. Я был бы самым худшим вообще партнёром. На свете. Мне нельзя, нахуй. Навредите. Скорее всего, вы достигли своего генетического максимума. И всё, что вам нужно делать, это продолжать делать... Да, меня бы избивали, скорее всего. Скорее всего, бы домашнее насилие применяли ко мне. Но я хотел казаться крутым, ладно. Без культуры и не забивать на это. Поддерживать ту форму, которая у вас есть. Вы же не сдаётесь. Вы начинаете тренироваться ещё больше, ловите перетрены и даже ухудшаете свою форму. Но понимая, что за свой идеал вы взяли форму генетически отдарённого человека, который, скорее всего, ещё употребляет фармакологию. И у вас остаётся, по сути, один путь тоже её колоть. Если вы не будете делать это грамотно, у вас недостаточно денег на нормальное питание, добавки и анализы издачи крови, то, скорее всего, вы нехило навредите своему здоровью. Потому что вмешательство в эндокринную систему имеет свои весомые посредствия. Но это всё достаточно максималистические примеры. Куда чаще люди просто бессмысленно долбятся в одно и то же действие с одним и тем же подходом в надежде на какой-то результат. А мотивационные ролики просто говорят им, не сдавайтесь, у вас всё получится. Нет, не получится, и нужно сдаться. Допустим, человек хочет... Бля, ну, я понимаю, да, ошибка выжившего часто используют такой термин, как ошибка выжившего. Но мне кажется, что люди иногда пытаются осмыслить то, что осмыслить, в принципе, нельзя, как случайность бытия, в принципе. То есть, я вот долбился об стену 10 лет, и в итоге у меня на ютубе что-то получилось абсолютно рандомно, да. То есть, и этого не получилось бы, если бы я не зарабатывал опыт все эти 10 лет. То есть, с другой стороны, многие другие так же делали, и у них не получилось. Ошибка выжившего вполне возможна. Но если бы я тогда думал о том, что вот люди, у которых получается эта ошибка выжившая, все дела, я бы тоже опустил руки и сдался. Тут довольно сложно, на самом деле. Это не что-то, что можно свести к какой-то формуле, да, это не что-то, что можно свести к какой-то системе. Как правило, ну да, в какой-то момент нужно сдаваться. Но если бы я сдался в какой-то момент, то, наверное, ничего бы не получилось. Он из года в год пишет свои треки, которые слушают в основном его друзья. И вот он просто это пишет, потом выкладывает это год за годом в надежде, что кто-то о нем узнает. Но нет, во-первых, скорее всего, треки говно. А во-вторых, очень... Если есть ошибка выжившего, есть ошибка умершего. Ну, смотрите, мне кажется, что, опять же, либо топить до конца, либо сдаваться. Это две крайности. Есть всегда серединка. И серединка заключается в том, чтобы устраивать свою жизнь, идти по правильному пути, да, там, работы, учеба и так далее. Но на стороне, в качестве хобби, чем-то заниматься. Как говорил Джо Роган, то, что, вот, допустим, тебе нравится, там, по дереву работать, нахуй. Ну, пиздец, в свободное время любишь по дереву ебашить. Хуяришь, там, становишься все лучше в этом. В какой-то момент получается ебашить особенно хорошо. И я такой, блин, а что если бы я это продавал, допустим? И вот постепенно-постепенно ты создаешь собственный побег из рутинной рабочей хуйни. Да, то есть занимаясь любимым делом, ну, типа, в какие-то вот, когда у тебя появляется свободное время, и потом в какой-то момент ты можешь превратить это в свою уже полноценную работу. То есть мне кажется, что это самый правильный какой-то путь в общем и целом. Да, то есть ты, ну, просто человек же, он не такой, что вот он одним делом занимается, все, больше ничего не может делать. Пишет рэп и все, он не может ни работать, ничего такого. Человек, он... Да, так я стал рэпером, да, блядь, ни нахуй. Ноль навыков продвижения, а это отдельная стезя от музыки. Ну вот он уже годы пытается писать треки, пытается продвигаться, но у него ничего не получается. И хорошо, если человек не делает на это ставку в своей жизни. Как хобби можно заниматься любой хернёй, и это круто. Но если чел работает в пятёрочке и пишет треки на протяжении многих лет, и у него есть явное ощущение, что он просто должен стрельнуть, а аудитория просто не выкупает его музыку, то у этого человека на самом деле большие проблемы. Не, в этом не надо ни на что рассчитывать. Если ты что-то делаешь, делай для себя. Это как с боссами в Элден Ринге, кстати. Вот хорошая тактика против босса в Элден Ринге — это сосредоточиться на боссе, хуярить его, вкладывать все свои силы, но не смотреть на линейку здоровья. Потому что вот в какой-то момент, когда я пиздил Рилану, я обнаружил, что я её убил, при том, что я не смотрел на её ХП. То есть у меня не было волнения из-за того, что там вот уже почти-почти, нет, я просто типа стандартно её захуярил. Он просто напрасно страдает, если пытается делать просто одно и то же, одно и то же, у него ничего не получается. Было куда ликвиднее потратить то время и те деньги, которые он потратил на музыку, на, допустим, обучение какому-то навыку, которое позволит ему уйти от работы в магазине и заняться чем-то поинтереснее. У меня в жизни есть пример у людей, которые год за годом делают одно и то же, в надежде на какой-то крутой результат, но это не работает. И было бы гораздо лучше, чтобы они разочаровались и сдались, а потом бы попробовали что-нибудь новое и, возможно, там бы у них что-то получилось. Допустим, в давние времена я хотел быть, ну, очень классным врачом. Но спустя годы во время обучения я понял, что моя картинка крутого врача не является правдивой современной системе здравоохранения. И все, на что я себя обрекаю, это на годы страданий. А так жить я не хотел, поэтому я сдался. И считаю, что это неплохо, потому что сейчас я чувствую себя на своем месте. А если бы я не сдался, меня бы здесь и не было. Умение сдаваться и принимать свое поражение и жить дальше, это целое искусство. Также стоит понимать, что сдаваться или не сдаваться, это субъективное решение каждого человека индивидуально. Но для меня есть некоторые критерии, которые помогают мне решить, буду я сдаваться или продолжать. Но я не считаю, что они абсолютно объективны и подойдут каждому. Первый критерий, это отсутствие удовлетворительного результата на долгом промежутке времени. Допустим, если вы занимаетесь каким-либо делом полгода или год и не видите видимых результатов, то это повод задуматься. Хотя, конечно, если понятие удовлетворительного заранее не завышено. А завышенное ожидание это частая проблематика многих личностей. Допустим, у человека есть желание стать блогером и развивать свой ютуб канал. И за год он хочет создать канал, у которого будет миллион подписчиков. Эта история крайне нереализуемая. Если за год у него, допустим, образовалось 50 тысяч подписчиков, это очень удовлетворительный результат. Поэтому в этом случае сдаваться не стоит. Но вот если за год он при всех стараниях не набрал и тысячи подписчиков, тут уже стоит задуматься. Как минимум, точно стоит поменять тактику и подход к этому. Второй критерий, это появление нетерпимого дискомфорта. Занимаясь чем-то всегда можно выгореть, а при выгорании невозможно добиваться каких-то нормальных результатов. Это состояние еще больше усугубляет положение и превращает вашу жизнь в ад. Практически в любом стремлении существует какой-либо дискомфорт. И не стоит сдаваться при первых появлениях какого-то дискомфортного состояния. Но если это ощущение регулярное, оно увеличивается и месяца в месяц оно не прекращается, то я не вижу смысла над собой издеваться и превращать это просто в какую-то камеру. Юра Битрейт никогда не сдается. Закачался только потому, что ему это дико вкатывало. В кино он снимался точно по этой же причине. И режим, боль, это всегда был терпимый дискомфорт. Но для вас этот дискомфорт может быть вполне нетерпимый. И это абсолютно нормально. Третий критерий, это утрата смысла. Если спустя годы вашей работы вы понимаете то, что вы делаете на самом деле для вас бессмысленно, и вы не видите в этом деле того лучика света, который был раньше, то это смысл задуматься, чтобы сдаться. Когда мы теряем какой-либо смысл, это на самом деле путь, чтобы найти какие-то другие смыслы, которые будут более актуальны для вас в этот же период времени. Это нормально отпускать какие-либо цели, либо какие-то ценности, которые вам раньше казались чем-то сакральным. Абсолютно нормально просто меняться. Принимать какие-то новые идеи, или даже идеи, которые вы раньше отрицали. Изменения это обычный процесс жизни. Если вы понимаете, что это уже не ваш путь, то это хороший момент, чтобы найти для себя новый. Вообще навык сдаваться напрямую связан с навыком признавать свою неправоту. Люди часто ошибаются, и это нормально. Невозможно прожить жизнь, не изменяя своих суждений и не ошибаясь. И даже принимая то, что многие мои рассуждения сейчас тоже могут быть в дальнейшем ошибочны для меня, не выгоняет меня в какой-то диссонанс. Я просто принимаю это и иду дальше. И мне всегда интересно, в каких идеях я разочаруюсь, а какие приму наоборот. Предсказывать будущее очень сложно, этим оно и интересно. В своей жизни я сдавался много раз. Я сдавался в отношениях, в личных стремлениях, в желании кем-то стать. Или даже в желании кому-то что-то доказать. Если у меня не шло какое-то дело достаточно долго, я его бросал. Или как минимум видоизменял подход. И с годами у меня не возникло ощущение, что я зря что-то бросил. Наоборот, мои поражения приводили меня к чему-то более хорошему. Единственное, о чем я могу немного сожалеть, это в некоторых вещах, в которых я не сдавался дольше, чем нужно было. Что приводило меня к более печальным последствиям. Так или иначе, всегда нужно оценивать риски. И помнить, что истории достижения успеха не всегда такие радужные. Там принимала участие и большая доля везения, и временной контекст. Многие люди могли просто позволить себе не сдаваться, потому что они точно не умерли бы с голоду. А у кого-то были просто влиятельные родители, связи и богатства, которых нет у обычного человека на планете Земля. Или генетические предрасположенности, которые могли точно реализоваться. В этих вопросах мы все очень разные. И часто так бывает, что мы боремся даже не за то, что нам нужно, а за то, что нам навязали. И не важно, кто это был, родители, близкий круг общения, мотивирующий фильм или еще что-нибудь. Нам нравится история успеха не потому, что они сложные, тернистые, и то, что человек прошел какой-то великий путь. Это просто красивая история с хэппи-эндом, в котором часто сложности уходят на второй план. Потому что мы знаем, что главный герой рано или поздно их преодолеет. И мы хотим верить, что и мы сможем это сделать. Но красивые истории на то и истории. Они редкие и часто не совпадают с реальностью. Но не стоит от этого огорчаться. Проиграть бой не значит проиграть войну. Как и сдаться не значит быть неудачником. Это всего лишь шанс найти другой путь к другому благу. Ну, в принципе, красивое видео. Мне понравилось. Мне понравилось. Как бы не совсем согласен, опять же, но... Мне понравилось. Мне понравилось. ПО unos с вамиrenORThin. ПО uns с вами пока! Продолжение следует...